Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, мы находимся в Ставропольском крае. Начинаем подготовку к охоте в полях. Будем охотиться на утку, на гуся. Сейчас мы ознакомимся с угодьями. Ищем, куда летает птица, где будет кормиться. Выбираем место для охоты. Потихонечку будем осматриваться. Скорее всего, ночью будем готовить саму охоту. Ну а завтра нас будет ждать непосредственно сама охота. Что идут? Вон там, вон там идут низы. Поехали к ребятам. Да, на базу. Субтитры подогнал «Симон»! В любой охоте важна маскировка. Поэтому сейчас заготавливаем камыш, рогоз. И еще возьмем лебеды немножечко. Чтобы наши скротки замаскировать, охотников будет шестеро. Поэтому наша конструкция здесь будет очень большой и длинной. И все это дело надо будет скрыть. А скрыть больше всего нужно сверху. Будет черный квадрат по всей длине. Его нужно закрыть. Закрыть мы, как всегда, закрываем домиком, чтобы скрыть его. Потому что когда птица делает обрет, она смотрит под разным углом. И всегда обращает внимание на звук. Так как мы пользуемся манками духовыми, она всегда будет смотреть оттуда, откуда будет идти звук. Поэтому то место, где вы сидите и маните, его нужно маскировать максимально, чтобы избежать малейших недочетов в маскировке, чтобы птица не боялась. Продолжение следует... Три часа ночи. На данный момент у нас идет активная фаза подготовки. Сейчас делаем маскировку. Расставляем щела. Погода минус 2 градуса. Где-то снежочек идет хороший, такой легенький. В принципе, погода для нас то, что нужно. Все расставляем. Маскируемся. Конечно, с нетерпением ждем утренней зорьки. Потому что вчера вечером видели, что здесь творится. Птицы есть. Утка, серый гусь, белолобый, огонь. То есть такое хорошее изобилие. Ночь была бессонная. С нетерпением ждали сегодняшнее утро. Поэтому времени не так много. Подготовка. Погнали. Это самое дальнее чучело. 30 шагов. Это 25 метров, не больше. Ты не бери. Это ноль. Это ноль. До рассвета минут 30. Осталось. Последние штрихи. Чучела все расставлены. Маскировка. Это уже, конечно, птица с утра оценит. Как мы постарались. Погода вносит свои коррективы. Был достаточно сильный снег. Чучела расставили. Конечно, их уже покрыло. Поэтому пришлось сейчас оперативно всем вместе пройтись. Обстучать их, чтобы они были в естественном виде. Не было вот этого снежного покрова. Ну и, в принципе, к утренней зорьке мы готовы. Сейчас в скородочке. Потихонечку заряжаемся. Подготавливаемся и ждем налетов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот такой красавец! Субтитры создавал DimaTorzok Охотимся на полях Охота, скажем, пока не очень активная Есть там объяснения Вот такие налетики есть хорошие Сейчас был хороший налет Четырех выбили Ходим по полю, собираем Два Андрея собрал Еще Андрей Нормально, пробуем, экспериментируем Есть гусь Гусь, скажем так, для него мастеробка не идеальная У нас стоит три скратка вместе То есть это такое сооружение большое Но по дотку вообще никаких проблем Прям заходит, сходу опускается, падает Ну и соответственно немножко добываем Валится, валится, валится Раз, два, три Есть, раз, два, три Бабах, есть Все, вон тут Вон я побежал за подранком, далеко который С утра буквально три налета Сейчас уже около 12 Прям каждый налет приходится отрабатывать Но птицы очень мало Надеемся, что сейчас подойдет Потому что вчера мы ее видели как раз в второй половине меня здесь Все, начинаем Прям уговаривать их приходится Бьем, бьем Здорово, надо собирать Выходим Мы приехали буквально на один день И времени на разведку у нас не было То есть птицы много Но сидим не совсем верно Проходят мимо Только небольшие остаточки Как-то вымаливаем Чтобы они к нам подлетели Бьем 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 Яп Давай! Не-е-е! Вот он, смотри! Готовимся, ребят, в лоб, который... Падают, ребят, падают, к нам! Бьем! Бьем! Ну, получайте! Вот это налет, да? Хватит! Где вопрос? Надо было чуть-чуть, наверное, раньше уже убить, да? Я опять, я опять с ногами стрелялся. Блин, сколько утки заходят! Огорь, огорь! Терял ее, куда деться? Ага! Давай! Вот такие вот сейчас красавцы был налет. Огоря сейчас очень много. Кормится на полях, в основном на пахоте. Вместе с сермой белолобным гусем. Вот клюв его держу. Видите, у него весь клюв в земле. То есть, он с кормежки идет, птица. Немоверно красивая. Один из подвидов. То есть, это некрупный огонь. Есть огонь, который с белолобовым размером. Это некрупный огонь. Так, сел один. Так, все, ребята, пошли забирать. Очень интересное наблюдение. Налетают стаи, просто проходящие, идущие в другое место. Смотрим. В стае 8-9 самок, два селезня. На самом деле, всегда в данное время основная добыча это были селезни. Вот в этом году и местные ребята подмечают, что с самого начала сезона сейчас преобладают больше уток. Ничего не можем с этим сделать. Выбираем селезней, но утки тоже попадаются. И на самом деле, вот это вот сейчас интересный факт, который прям бросается в глаза. С чем это связано, не знаю, но точно, что утки, именно утки, на данный момент значительно больше. Давай! Молодцы! Вот они, вот они, Андрюшка разворачиваются. Вот они. Давай, мужики, вот эти. Давай! Добили! Вот и подошла к концу наша охота, коллективная охота, трудовая. На полях, на кукурузе. Вот такие вот классные трофеи. Это результат нашей работы, нашей, скажем, достаточно сложной. Охота происходила в наших скротках. Многие говорят, что только лежачие скротки можно использовать на таких охотах. Абсолютно нет. Три скротка поставили вместе, шесть охотников. Прекрасные налеты и прекрасные, конечно, результаты. Всех сполим, ребят! Сполим! КОНЕЦ КОНЕЦ ПЛрез КОНЕЦ 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 Продолжение следует...